Вот смотрите, всё это отваливается. Всё это находится в таком молочном состоянии. И правда, слои штукатурки, побелки и краски отваливаются от стен при малейшем прикосновении. С момента сдачи дома в эксплуатацию никаких ремонтных работ внутри не проводилось. Этому ремонту в подъезде, как и самому дому, уже 20 лет. Жильцы пытаются дать своему жилищу вторую жизнь. Где-то стены подкрасят, где-то замазывают трещины. Словом, текущий ремонт проводят сами, по мере своих возможностей. Ведь на управляющую компанию у них надежды нет. Дом номер 13 по улице 40 лет Победы находится в ведении у управляющей компании «Инсайт» с января 2018 года. Текущий ремонт обещают провести, но дальше обещаний дело не доходит. Так и всё осталось, как было. Единственное, что покрасили входную группу, это делали, можно сказать, целое лето, этот ремонт входной группе. И взяли за это, вот два подъезда сделали, 60 тысяч. За два первых этажа. Это во-первых. Во-вторых, сломали полностью входную группу двери внутри. Ветер гуляет с девятого по первый этаж. Это три года гуляет ветер. Зимой стоит такой, что невозможно. Пенсионеры даже с самых высоких этажей стараются спускаться пешком, минуя лифт. Случаи застревания в нём – не редкость. Мы живём четвёртый год здесь. Но я на лифте не ездию, я боюсь. Не дай бог останусь, я что, я там даже не знаю куда. Правда. Я тут до 20-го года уже всё, с трёхгодности прошёл у этого лифта. В прошлый раз ребятишки остались в этом лифте, на самом деле. И что такое? И что за такая у нас компания, я не понимаю. Оставляет желать лучшего и крыша дома. По словам жителей, её ремонтировали недавно, но отремонтировали так, что в сезон дождей дождь льётся и в квартирах с девятого по шестой этаж. При этом жители каждой квартиры кварплату платят и справедливо задаются вопросом, почему так же своевременно не проводится текущий ремонт. Платёж – это нормальный, идеальный платёж. Платим всё хорошо, и платежи всё выполняются. И за услуги, за всё мы платим так, как положено. Платёжки у нас идут каждый месяц без всякой задержки. Только почему-то перерасчёта нет за то, что не выполнена работа. Вот этого не делается. Жители соседних домов тоже жалуются на управляющую компанию, что она не выполняет свои обязательства. Они пришли, снег стали чистить с крыши, оторвали кровлю, испортили. У меня затопило крышу, квартиру полностью. Они пришли, баеньки, аеньки, всё мы сделаем, вот только снег растает, всё сделаем. И это длилось до этого года, до мая месяца. Даже к отоплению просим, промойте эти стояки, чтобы, как говорится, промывка была. У них нет этого. Наш поход в здание, где находится управляющая компания, не увенчался успехом. Кроме диспетчера в кабинете никого не оказалось. Номер телефона директора также оказался недоступен. А вот главный инженер согласился с нами пообщаться. Правда, только по телефону. В планах-то есть, в планах поставить пластиковые окна в подъездах у нас. Пока мы окна не поставим, там ремонт подъезда смысл сделать. А когда всё это будет происходить? Медленно до Нового года будет. Начнём ставить. Ну, то есть, план есть какой-то? Потому что люди говорят, что вот они уже четвёртый год обращаются, и четвёртый год вы говорите, что мы начнём ставить. Мы скоро увидим. Там много работы делали по воде. То, что у них воды горячей никогда не было. И сейчас люди уже забыли, в принципе. Сейчас у них вода, слава богу, чрезвычайно. То есть, в планах есть поставить окна пластиковые. То есть, ремонт кровли произвести в этом году. Капитальный ремонт кровли они на спецсчету. Вот переход через неделю на спецсчёт. То есть, регады у нас есть. Мы собрание с жильцов собирали. То есть, подрядчики, в принципе, определены. Стоит отметить, что капитальный ремонт кровли, о котором сказал главный инженер управляющей компании «Инсайт» Андрей Плотников, будет проводиться со средств из индивидуального счёта капремонта жильцов дома. Тем не менее, и текущий ремонт люди ждут с нетерпением. Что его начнут делать до конца этого года, а не следующего. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости. Розаевский район.